Теперь я, пожалуй, отвечу на несколько вопросов, на ряд вопросов, которые мне задавали в моем чате. Судя по тому, что наверху на белгородские события реакция, опять в духе в Кремле об этом ничего не известно, на мобилизацию это Кремль не толкнет, точно совершенно не толкнет. В Кремле, уже много раз об этом говорил и вынужден еще раз повторить, в Кремле по-прежнему действует принятая более года назад, в марте прошлого года, установка на достижение договорничка с партнерами. Ни мытьем, так катанием, ни тушкой, так чучоком. И они эту программу продолжают выполнять. Более того, я вам скажу, что если ситуация не будет резко обострена действиями уважаемых киевских партнеров, то они могут годами выполнять эту программу. Точно так же, как они 8 лет с упорством откровеннейших кретинов пытались реализовать безальтернативные минские соглашения, которые в самом начале были мертворожденными, о чем и я, и многие другие люди писали и говорили. На нас смотрели как на идиотов. Практически подавляющая часть так называемых нынешних военкоров, ломов правительственных и прочее, 7 лет твердили о том, что минские безальтернативные. Поддерживали их семьи и крутили пальцем у виска в нашем отношении. Сейчас они за войну целиком, за победу, но при этом ни звука не издают по поводу, как эту победу надо достичь. Прицел на договорничок, которого не будет. Так что мобилизации, конечно же, они сейчас в связи с Белгородом не объявят. Для того, чтобы провести новую мобилизацию, я думаю, должны как минимум перерезать сухопутное сообщение с Крымом. Тогда, может быть, вполне возможно. Опять, как говорится, жареный петух клюнет в задницу. Опять начнут срочно заливать водой то, что можно было залить стаканом воды на начальном этапе. Нужно созвать АДКБ, но это не вопрос. Как считаете, Лукашенко сможет отвильнуть, если АДКБ призвать на защиту территориальной ценности РФ? Я в БАЦКУ верю целиком полностью. Этот может все, кроме как поступать по чести и по совести. С одной стороны, я его понимаю. Окончательно втянуть Белоруссию в войну, которая ведется через пень-колоду, да еще крайне неудачно. Ну, это, наверное, не самый лучший ход. С другой стороны, Белоруссия все равно будет втянута в эту войну. Неизбежно. Война по ней пройдется. Причем, как обычно, как всегда бывало, к сожалению, в истории Белоруссии, когда русская армия не наступала, именно по Белоруссии больше всего и приходилось. По всей видимости, история снова повторится в той или иной мере. Говорю это с горечью, потому что к самому БАЦКИ, скорее всего, взятки будут гладкие с него. А у меня в Белоруссии куча родственников. Я замечательно отношусь к нашему народу, к его западной части русского народа. Мне там очень нравится, там очень хорошо. Я бы хотел там старость свою провести, но думаю, что это нереально, к сожалению. Почему наше общество так суетливо восприняло события на границе? Ведь это одна земля, от Белгорода до Бердянска. Везде идут разные тяжести и противостояния. Значит, народ не чувствует России новой территории. А где было сказано, что Херсон – это Россия теперь, после того, как его оставили? Как это можно вообще чувствовать? Запорожье объявили территорией Российской Федерации в границах области. Никто не говорил, что там по линии фронта граница Запорожья проходит. А что-нибудь вообще на этот счет собираются там освобождать Запорожье? Или Херсон собираются освобождать? Об этом власть не говорит. А почему народ должен понимать то, что ему не объясняют? А то, что Одесса – это русская земля, и Киев – это русская земля. У нас об этом кто-нибудь вообще говорит из власть имущих? Даже Дмитрий Анатольевич Медведев уж на что, как говорится, трепло-треплом. И тот тщательно фильтрует, извините за выражение, базар в этом отношении. Он может угрожать бомбить Украину ядерным оружием, но никогда не скажут, что ее нужно освободить целиком. И воссоединить с остальной частью России. Что вы хотите тогда от простых людей? Если сами наши лидеры общественных мнений, если наши ВИП-чиновники об этом не говорят, боятся даже заикнуться. Для меня абсолютно равнозначны и Бердянская Одесса, и Запорожье, и Екатеринослав, которые сейчас называются Днепром. И Чернигов, и Сумы. А если ротация мобилизованных сейчас никак не регулируется, осужденные могут уволиться через полгода, то возможно лишь через КРП или знакомых депутатов поднять этот вопрос и выйти с инициативой. К сожалению, КРП не представлено ни в Государственной Думе, ни вообще в Федеральном Собрании Российской Федерации. Я думаю, и не будет представлено. Там у нас единороги, ой, виноват, единороссы, вот, везде рулят. Поэтому говорить о том, выходить с какими-то инициативами, ну, пока, к сожалению, не получается. Вы слышали про планету розовых пони, я много раз говорю. Вот единорожки составляют большую часть ее населения. Так, как вы считаете, что эффективнее, ротационный принцип для всех по полгода, год, или недомобилизация с непонятными сроками? Ну, давайте коснемся недомобилизации, я о ней тоже много говорил и повторю еще раз. То, как она проводилась, это верная дорога к разложению армии. И то, как она продолжается, это верная дорога к разложению армии. Вот представьте себе, еще раз акцентирую на этом внимание. Сидит в одном, на одной улице живут Иван, Соломон, Али, Мухтар, ну, еще там кто-то. Как только объявили мобилизацию, Соломон удрал в Израиль или в Грузию. Мухтар, он недавно стал россиянином, его как бы почему-то не призывают. Он у нас в Москве третий раз за месяц бордюры перекладывает. Очень нужная, полезная работа. Если что, за него там его посольство, его страны там впишется. Али, ну, вот, в общем-то, то же самое примерно. Воевать пошел, а, ну, еще Петр есть, но Петр у него папа чиновник, поэтому его не взяли. Вот. Пошел воевать один Иван, один из десяти, допустим. Потому что он просто тупо явился в военкомат, а не удрал в Грузию, или там не сказал, там, просто явился. И вот его забрали в армию осенью прошлого года. И вот он воюет и спрашивает командира. Командир, вот я воюю уже раз, два, три, больше полугода. Когда отпуск-то? Командир роты грустно оглядывает все 40 своих солдат, хотя у него по штату 130 с чем-то. И говорит, слышь, Иван, никакого тебе отпуска не будет. Некем тебя заменить. Иван начинает говорить, ну, как же так? Вот мне Петр там, вот я прочитал в интернете, Петр женился. Соломон вернулся из Израиля. И все хорошо у него. А Али с Мухтаром уже там дома купили или квартиры. А я? А у меня семья там. А денег не платят из того, что должны были платить. Потому что, типа, мы не на передовой. А не на передовой-то нам платят не 190 тысяч, а всего по 40. А что ему может ответить командир? А ничего не может ответить. Потому что нет у нас резервов. Никаких. Если мобилизация, то мобилизация должна быть для всех. Понимаете? Чтобы можно было Ивана и его часть, которые полгода из окопов не вылезали, там, неважно, первая линия, вторая, там, под обстрелом обе. Вывести и дать им отдохнуть, переформировать. А такой возможности нет. Отсюда один сидит Иван, другой в Сочи уходит, потому что не втерпёшь. Третий просто бросает автомат, а четвёртый идёт, там и сдаётся при первом удобном случае. Вот к чему приводит нынешняя недомобилизация. Опять же, вот ударят сейчас хорошо, врежут нам, начнётся новый этап мобилизации. Опять схватят кого попало и пошлёт на фронт, тех, кто не сбежал. И опять никаких санкций тем, кто удрал в Грузию или там собирается удрать, опять не будет. Граница-то по-прежнему открыта. Или там в Армению 100 тысяч человек прибавилось за счёт беглецов из Российской Федерации. Так войны только проигрываются. Власть должна бы хотя бы быть минимально справедливой и минимально адекватной. А у нас ни того, ни другого. Абсолютная неадекватность и полная несправедливость. Да, проигрываемся. И очень скоро. К сожалению. Попри все, мы, шановні глядачі, вистояли и обовязково переможемо. Бо разом мы сила. Підпишитесь на канал, ставьте вподобайку, пишите свой комментарий. Та поширюйте цю информацию.